Вон зод, наверху, вон, о, блестит, смотри, там техника есть, там Азербайджан уже, за горой Азербайджан, эти горы наши, вон оттуда, все наши тут, мы окружены, кстати, азербайджанцы, вот оттуда, когда постреляют, да, сюда все видно, все под наблюдением, коров загоняли туда, тогда, когда мы дружили, ковров тоже вернули, опцию тоже вернули, а было время, что отвезли и не дали, не вернули, не можешь ехать туда, чтобы договориться, поговорить, молодой народ сейчас друг друга не знают, мы старые друг друга знаем, а молодежь не знает, у меня друзей там много было, я тогда на машине работал, все отвез, продал, там оттуда привез, здесь продал, в общем, тогда спекуляция называлась, а сейчас бизнес. В 92-м году, в 94-м году, когда они начали бомбить, 18 часов, 18 часов, постоянно бомбили, стреляли, 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 куда, перелет на горы ушли эти бомбы, а если попали сюда, все разрушили бы, там командир мой друг был, их командир, в общем, трубку берет, Арберт, Джан, как ты, в общем, туда-сюда, осы, говорю, вы то оттуда ездите, спускайтесь, мы отсюда идем, и между этими горами, граница, на границе будем, в общем, договоримся, чтобы друг друга не стрелять, в общем, поехали, договорились и перестали стрелять. Наши политики, командиры, которые солярку продают, бензин продают, технику продают, патроны продают, автоматы продают, вот эти говнюки, отменили наш договор, отменили. Это не государственный, в общем, путем, стреляйте, чтобы мы могли солярку продать, бензин продать, они тоже, они тоже и наши тоже, политики, очень плохие стали, тысяч молодых людей уничтожили, с вашим Путином придут, Путин, 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 не можешь понять, кто он такой вообще, или со стороны Азербайджана, или со стороны Турков, или со стороны Наш, не можешь понять его. Ну, Путин сказал, что можно остановиться, Пашинян отказался, говорит, нет, мы выиграем эту войну, ну, ни сантиметр земли не отдадим, ну, что когда воевали, такая война будет, но это совершенно другая была. Продолжение следует... Девушки отдыхают... Я не дам свой дом чужому, чтобы был мир. Они хотят, чтобы снова жили с нами здесь, в нашем земле. Они хотят, чтобы приехали сюда и жили. Это невозможно. Никогда не будет такого. Опять будет война, большая война. Но в этот раз, я это, как армянин вам скажу, Азербайджана больше не будет. Мы не увидим, но хотя наши внуки, правнуки уведут. Это все. Когда война началась, я своими ребятами, друзьями и моя жена тоже с нами, поехали, чтобы защищать нашу землю. Всего 13 нормальных пришли. 8 погибших и остальные все ранены. Мы хотели обратно взять нашу землю, чтобы не допускать, чтобы они... Мы хотели до конца довести наши дела. Просто мы маленькие страны. Нас мало. Пускай дадут нам оружие, как сейчас в Украине. Так, если нам помогли. Знаете, в 90-м годах уже Баку взяли. Россия сильнее, очень сильнее. Если он захочет, все будет нормально. Если нет, нет. Воевали врат наши отцы, дяди, дяди. Воевали, мы будут воевать наши дети. Ужас. А вы не боитесь? Почему? Убьют. 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 Он пойдет служить в армии, будет война, будет воевать, конечно. В 14 лет я поехал на зиму настал. Вот так горло резал. В 14 лет я на 20 лет я переселил. В 14 лет я тish, но В 14 лет я тихо решила. В 14 лет я на 80 лет я переселил. Тут и по 14 лет я соберет. В 14 лет я на 10 лет я соберет. В 15 лет я не соберет в 2015. Все должны воевать, и женщины, и дети, чтобы свою родину. За родину все можно. Если ребенок хочет, если хочет, он же армянин, пускай идет на войну, все будет видеть. Пускай идет. Даже до 18, даже раньше. Он тоже раньше пошел. Он тоже, как в Сан-Велике, 15 чайных, он тоже 15 лет, 14, в первой войне, когда был, он тоже пошел на войну с отцом. Мы на нас надеемся, никто не будет нам помогать, никто. Если сейчас они не помогли, сколько лет уже не помогли нам, что? У нас есть такие войны, как мой муж, как орут, как другие. И они сами себе будут помогать. Я хочу, пойду завтра в бассейн. Можно пойду в бассейн? Как его отец, так и сын будет. И все. Он сам хочет. Сейчас говорит отец, дай мне нож, я пойду, буду резать. Да, он сам хочет. И астма, глаза не буду моргнуть. Дай бог, чтобы, когда он был 15 лет, войны не было. Он тогда не будет идти. Он был старшим, но младший брат всегда одержал старшего брата. Да? Да. Без него был половинка, так сказать. 12 и 21. Они маленькие, да? Здесь маленькие, а здесь уже солдаты. Он поехал в армию с братом. Чтобы... То есть он мог на самом деле не ходить, да? То есть он имел право не ходить? Да, да, да. Он смог не ходить. Вместе пошли в армию служить. И начинала война. Когда война начинала, они уже были на фронте, на первом линии. Вообще-то запрошено тех, которые служили до 6 месяцев. Не служил в армию. Их нельзя отправить в фронт. Но они делали все, что могли. Они не имели права отправить в том же месте двоих братьев. Не имели права эту. Ну, отправили. И хорошо знали, что они не придут обратно. Весь батолет не придут. Нет никакой повещения, ничего от армии, ничего. Врали. Как смогли? Говорили, в лесу они спрятали. Не знаю, где они спрятаться. Придут, придут, придут. Потом ДНК совпадало. Всех почти 90% узнали по ДНК. Потому что уже не узнаваемые были они. Через 2, 3, 4 месяца нашли только... Они лежали на поле 2 месяца. Бессмысленно было. Все, сделаем. Они хорошо знали, что не придут. Никто обратно. Ради ничего. Я бы сказала, ради ничего. Если Карабах был нашим, как раньше было, говорили бы, да? Ради победы, ради родину, народу. А сейчас ни за что. Нет Карабаха? Могу так сказать. Нет Карабаха. Все отдали. Даже Армения нет, я бы сказала. Сейчас Армения тоже нет. А это дети ни за что погибли. Ни за что. Абхашинен? А этот дурак? Ничего не сделал, а? И говорит Армения и все. Когда бы началась война, эти дети все погибли, сейчас Карабах уже, Азербайджан. Тогда бы отдал все. Пусть эти дети приехали бы домой. Не было бы это беда, война. За Карабаха мой муж погиб. Если не был Карабах, мой муж был жив. Пришел домой, сказал, что я пойду. Карабах, там война. Я сказала, ты правда сделаешь. Правильно делаешь. Иди. Эти ребята дети. Он ребенок. Невозможно было не чувствовать вины, что живешь, и ребята твоего возраста умирают каждую секунду. Много молодых ребят просто отправляли в армию. На месяц, даже на неделю. Они не знали, как обращаться с оружием. У них не было еды, одежды. Да без Карабаха мы жили, как надо было. Зачем нам Карабах? Ну, если это наше, значит наше все. Не имеет значения. Просто не должно было быть так. Не должно было это так. Мы живем здесь, а Карабахцы там живут. Но они тоже не виноваты, что так получается. Если это их, я пусть забираю. Но там у нас есть люди, которые живут сколько лет. Гома строены. Жизнь, вот с молодости. Как можно вот это... стереть из земли и отдать ее? Это тоже неправильно. Дочке муж и его брат. Моя дочка в блокаде, но она в Карабахе жила со своим мужем и продолжает жить со своими детьми вместе. Она настроена там оставаться. А если все выйдут, что там останется? Подарим азербайджанцам? Она гражданка Арцаха. Почему бы она должна убежать оттуда? Это игра. Это деньги они делают, больше ничего. То есть это ребята, которые пошли воевать прямо оттуда, да? Вот это слово не говорите, пошли воевать. Ребята защищали свою родину, пошли воевать. Что еще сделали? Они защищали свою родину. И никогда в жизни они свою землю никаким туркам не отдадут. То, что продали, это продали. Не договариваешься, значит, это гибель 18-летних парней. Погибло больше 4 тысяч юношей. Это наш цвет. Его нет. Армия была разбита. Самое главное, было разбито общество. Позвоночник общества сломался. Ни Армения, ни Азербайджан не хотели уступить. Особенно Армения, тут уже я своих, о своих могу сказать. Конечно, Армения должна была. пойти на договоры. Часть территорий, которые принадлежали Азербайджану, естественно вернуть. Это говорится о тех семи районах Азербайджана, которые Карабах завоевал, армянские военные формирования завоевали только с целью того, чтобы принудить Азербайджан переговором. ведь напал в этой войне, в той войне Азербайджан и в этой войне Азербайджан. Но как только принудили, тогда был вопрос, чтобы там была демилитаризованная зона, но с условием, что эти территории, большинство из них вернутся Азербайджану. Но терминология поменялась и завоеванные территории стали называться освобожденными. Должна была делать Армения первый шаг. Естественно, потому что после первой войны Армения победила и в Армении оказались вот эти территории. Естественно, Армения должна было сказать, да, давайте сядем, договоримся. Как в 98-м году? Первый президент Армении подарил в отставку из-за этого он предлагал, он говорил, что вот это путь к миру. Вернуть эти 7 миллионов, Да, да, вернуть это 5. Не 7 надо было вернуть, а 5, а потом получив статус Карабаха вернуть оставшиеся две взамен на статус. А потом карабахская сторона победила, так скажем. Вынудили президентову подать в отставку, пришли убрать те, которые говорили, что не 5 земли, это их лозунг. К власти с 98-го года пришла партия войны. Люди, которые не хотели мирно решить Карабахскую проблему и установить, я не хочу сказать, добрососедские, хотя бы просто соседские отношения с Азербайджаном и Турцией. Соседей не поменяешь. мы или должны найти общий язык, или должны все время быть в войне. Мы веками 500, 600, 700, даже больше живем в общей родине. Это наша общая родина. И вот мы должны жить, продолжать жить в нашей общей родине, где Карабах и ваш и наш, например. Ну, развалились Советский Союз, развалились, понятно. Россия посчитала, что нужно держать бывших республик в сфере своего влияния. Это была главной целью России и остается главной. Украинская война именно об этом. Тоже из этой цели. А как можно, например, Армению и Азербайджан держать в сфере своего влияния. Войною Карабахской. И армяне, азербайджанцы, естественно, думали, что Крем, Москва будет за Азербайджан. Азербайджанцы так думали, армяне так. Без России не могла начаться этой войны. Без регион находился под влиянием России. Россия тогда еще не воевала в Украине. Россия еще всем казалась, что насильна. Всем казалось, что тут решают проблемы России. Олеев, конечно, начиная войну естественно в обязательном порядке учет мнение двух стран. Это Турция. Поможет, не поможет. И Россия что-нибудь мешает. Вот армяне часто удивляются и говорят, 44 дня шла война, никто нам не помогал. Да, не помогал. Они стояли на стороне и смотрели, как Азербайджан решить ту проблему, которую они 30 лет решать не могли. Как только Азербайджан решили эту проблему, сразу сказали остановитесь. Только уже ценой крови. Соединенные Штаты, Франция и Россия. Представляете, три самые мощные державы приходят и говорят мужики, отдавайте это и договаривайтесь об этом. А Армения, которую вообще на карте и не видно, говорит нет. А потом приходит новая власть Никол Кашинян и говорит 25 лет вы работали, мне не нравится то, что вы сделали. Я начинаю с ноля. А у Кашиняна была легитимность. И такая мощная легитимность, какой не я не знаю, кто еще имел такой легитимности. В истории очень мало таких примеров. Народ просто его доверял и он мог решать любую проблему. Любую самую больную проблему, сказать, что идем на уступки, идем на туру, и люди бы сказали да. И оказалось, что у них тот же самый лозунг, националистические лозунги, не пяти земли, это все приносит аплодисменты. Они любили свою популярность. И в любой шаг, который унесло бы или уменьшило бы эту популярность, для них это было очень больно. Сейчас уже он тогда не пяти земли, а сейчас все что угодно, лишь бы держаться, удержаться у власти. Он сейчас уже вступает и вступает. Вся надежда была на Россию, что Россия война не допустит войну. Для этого делалось все. Отдавалось России все важные объекты тут. Отдавалось России железные дороги, отдавалось России. Все, все, Россия должна была быть гарантией, что войны не будет. Россия сейчас, как началась Украинская война, уже явно дает понять всеми своими телодвижениями и своими шагами, что помогать не может. Украинская война им не даст возможность оставаться не только тут, они уйдут из Приднестровья, они с других мест, из Средной Азии, из Киргизии, скорее всего, уйдут. Но они отовседу уйдут. Азербайджан, естественно, пользуется этой слабостью. И, скорее всего, Россия даже при желании ничего не может делать. Но часть армян, большущая часть армян, до сих пор просто еще говорит, но она еще поможет. все, что происходит у нас на границе, что азербайджанцы уже вошли на территорию уже не Карабаха, а именно Армении. Все, все, все это при русских, а все равно люди говорят, что русские еще помогут. Надо понимать, что такое война и что такое поражение. Пережить это поражение, осмыслить это поражение, найти свои ошибки, говорить о своих ошибках, понять причины, которые находятся в нас, кроются в нас. Почему пришло это поражение? Если в Армении, и это не только государственные деятели, вообще люди считают, что Арцах это не Армения, не часть Армении, это предательство по отношению к Арцаху. Потому что исторически Арцах всегда был частью Армении. У меня там похоронены мои дедушка и бабушка. Для меня это земля, где похоронены мои родные. И сегодня отказываюсь от Арцаха и отказываюсь от памяти своей. Отдавая часть, мы можем отдать и все. Любой Армении это обидно, что говорят, это не ваше. А мы знаем уже, у меня возраст уже 67, я так уже знал, что это наша территория. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова